господа начинается сегодняшний вебинар с вот такого вот нелепого положения моих рук на моем животе наверное вы уже заметили я специально сложил руки на своем животе вы наверное видите как многие люди очень часто сидят вот так сложив свои руки на своем животе к чему я это начал особенность определенных поз или особенность наших определенных движений или тела движений фиксации рук и так далее они имеют определенное значение допустим вот такая поза когда человек складывает свои руки на своем животе оказывается уникальная поза или асана я буду это так называть которая приводит к ремонтированию или реставрации или восстановлению энергетического кокона поэтому если человек потратил свою энергию или у него есть пробоины в энергетическом коконе этому человеку достаточно просто сложить вот таким образом руки и положить их на своем животе таким образом человек успокоится перестанет думать о чем-то плохом в нем начинает появляться энергия вновь начинает функционировать и правильно функционировать сердце и так далее итак сегодняшняя тема нашего вебинара это позы или асаны которые может принять человек по вседневной жизни я хочу немножечко открыть занавес того как человек может самовосстанавливаться буду рассказывать какие бывают системы или позы которые можно применять при лечении определенных органов а также коррекции всего организма коррекции жизни какие существуют позы которые могут сделать человека ясновидящим или какие существуют позы и существуют ли они которые позы которые или асаны которые могут сделать человека более умным более целеустремленным большая программа подготовлена мной около 80 асан с чего я хочу начать это особенности использования я хочу сказать вам что особенность использования асан или замыкание рук или замыкание пальцев большинстве своем заключается в том как сложены руки на груди но это не обязательно должны быть сложены руки на груди они могут стоять точно также на столе или они могут стоять или находиться в тот момент когда человек стоит или в тот момент когда человек лежит то есть для того чтобы заниматься асанами человеку нет необходимости сидеть ему нет необходимости сидеть с прямо вытянутой спиной он может выполнять асаны лежа с открытыми глазами сидя когда он едет в автомобиле или когда-либо еще очень удобно эта система которая дам она фактически такая небольшая система для ленивых людей более продвинутой системы данных асан я рекомендую использовать дыхательные упражнения допустим уже вам известная сана которая помогает человеку избавиться от гипертонии это соединение рук когда человек до лица и после этого обратно делает движение вот таким образом и делает очень быстрые дыхательные упражнения или дыхательные циклы таким образом используя асаны вместе с дыхательными циклами мы максимально и очень массировано так или достаточно активно влияем на то чтобы убрать давление или снизить гипертоническое давление и так с чего мы начнем мы начнем с определенные асаны которая называется асана обретение интуиции я буду вам это все показывать а также буду сразу же объяснять каким образом это все используется и что нужно сделать и так для того чтобы у человека появилась интуиция человеку необходимо левую руку прижать таким образом чтобы его рука была под углом прижата к его телу а правую руку необходимо положить поверх левой руки таким образом асана выглядит приблизительно следующим образом вот я сижу прижал эту руку и сверху положил эту руку я начинаю активно дышать что я делаю в этот момент я таким образом увеличиваю свою интуицию могу ли я при этом могут ли при этом у меня появится какие-то мысли несомненно существует ли прямая передача данных асан да я первый раз публикую это достаточно известны некоторые из этих асан но могу сказать что они известны узкому кругу людей тех людей которые занимаются профессионально боевыми искусствами японскими единоборствами китайскими единоборствами особенно такими системами как тайзы цуань и так далее итак первая поза который называется поза включения в жизни интуиции я положил на левую руку свою руку и начинаю активно дышать таким образом я включаю интуицию но для того чтобы поза работала еще более эффективно в сторону левой руки я поворачиваю свою голову таким образом фиксируется поза я нахожусь в такой позе вы можете ее описать или записать или сфотографировать на телефон и написать поза которая помогает человеку улучшить интуицию вторая поза это замыкание пальцев которое называется замыкание пальцев для того чтобы отомстить врагу вы наверно знаете о том что существует дули для чего люди показывают дули люди дули показывают для того чтобы то что человек желает вам допустим чтобы переходила тому человеку который желает но дело в том что очень часто данные дули они не имеют эффективности случае если человек желает вам несчастья или стремиться к тому чтобы навредить вам я рекомендую использовать определенную мудру таким образом она выполняется на левой руке на большой на средний палец ставится большой палец правой руки а также большой палец левой руки вот таким образом а теперь сверху ставятся указательные пальцы и все остальные пальцы просто замыкаются и у меня получается вот такая дуля смотрите здесь лежит на вот этих двух пальцах мои указательные пальцы все остальные пальцы сложены и у меня получается вот такая двойная дуля вы представляете вот таким образом я сажусь ставлю свои руки на стол и после этого начинают думать о человеке который делает мне гадость или думает обо мне как-то плохо или я ни о ком не думаю а просто убираю всех врагов которые присутствуют моей жизни и начинаю активно дышать не глядя при этом на вот эту руку скажите всем видно итак я начинаю дышать или садил сажусь не начинаю смотреть просто телевизор и просто смотрю телевизор при этом у меня вот так пальцы сложены данная поза позволяет человеку убрать врага или сделать так чтобы враг который хочет у вас что-то забрать отомстить или как-то вам навредить чтобы этот враг навсегда исчез из вашей жизни я специально сегодня показал наверное в самом начале данную данное замыкание своих рук и хочу сказать что это сделано специально для одного из людей которые пришли на сегодняшний день на этот семинар вообще не собирался это давать совершенно дальше часто человек думает как развить в себе способности и быть отважным существует определенная поза это определенная поза это когда руки поднимаются вверх и человек вот таким образом сидит при этом руки наклонены выставляются над головой и человек вот таким образом или вот так находясь там в пассивном положении начинает дышать эту практику можно выполнять и людям и сидя и лежа и в наклоне вперед и как угодно еще что она дает человек становится смелым у человека появляется решительность он становится отважным во время медитации человек может просто сидеть вот так накапливая свою отважность а также он может дышать активно то есть делать дыхательные упражнения для того чтобы в дальнейшем проявить свою отважность на протяжении своей жизни фактически данная мудра позволяет человеку избавиться от того что называется трусость это убирает у человека трусость и желание заниматься анонизмом и мастурбацией поэтому очень полезная поза асана я их называть специально не буду хотя у них есть у каждой свои названия и так вы ее описываете локти согнуты а указательные пальцы или пальцы прикасаются и над человеком образуется вот такая поза как будто сверху над ним свеча я при этом еще и подышу естественно домой придете сядете перед телевизором и будете смотреть телевизор держава так руки развиваю себя то что называется отважность дальше восстановление энергетического кокона человек должен откинуться назад при этом положить правую руку на свой живот а левую положить сверху на живот и вот в таком положении находиться не менее 20-30 минут еще очень хорошо если человек знает что энергетические коконы его восстановление связано с определенным видом дыхания я к этой позе вам сегодня дам еще определенное дыхание это короткий вдох через рот и очень длинный мягкий произвольный выдох как будто ты очень устал делается это так две или пять или десять минут такого дыхания с выложенными друг поверх друга руками помогает человеку очень быстро привести себя в норму даже в случае если вы чувствуете огромную усталость недомогание физическое недомогание психоэмоциональное недомогание вы сможете очень быстро себя восстановить далее позы при потере энергии душевной энергии и так существуют определенные позы или определенные осаны которые позволяют человеку вернуть психическую энергию или вернуть физическую энергию и так чувственная энергия каким образом можно ее к себе вернуть обратно ставятся вот так руки и плечи отгибаются назад и человек вот в таком состоянии находится сбоку руки как можно дальше оттянуты назад смотрите в случае если вы держите руки вот так возле своей груди то это убирает у человека психическое истощение а также истощение чувственное это возникает когда человек ругается кого-то ненавидит устал от чувств или устал от чего-либо вот такая поза когда человек находится дает ему вновь ощущение внутренних сил ощущение любви ощущение желания любить появляется вновь чувство но в случае если руки опустить ниже и поставить руки назад вот таким образом видите и поставить руки назад на уровне почек сзади своего тела то это дает человеку физические силы таким образом если оставлю возле груди это дает мне чувственные силы возвращает мне энергию а если оставлю возле своего живота и руки в локтях сгибаю отгибаю назад то это дает мне огромное количество физической энергии пальцы при этом расставлены вы можете дома попрактиковать или попробовать применить данную практику вы увидите насколько это эффективно работает очень часто люди жалуются по поводу того что им не хватает энергии обычно это два типа энергии первая энергия это чувственная когда устал чувств уже никаких нет когда не хочется ничего и 2 это физическое когда вроде и чувство есть а тело работать не хочет когда сил нет все болит где-то что-то ломает особенно человек чувствует усталость по утрам теперь вы знаете какие существуют асаны и как их можно применять для того чтобы увеличивать свою энергию насколько это быстро работает практически мгновенно вы будете настолько потрясены эффективностью данных практик далее я очень часто во время своих семинаров особенно во время проведения сангая а также во время проведения эзотерических эзотерических съездов или морских курсов я очень часто ругаю людей которые занимаются йогой и очень часто говорю что во время того когда человек там занимает саморазвитием иногда складывает как-то руки или там занимает какие-то позы я говорю что этого делать не стоит если ты не разбирайся что это такое сегодня допустим вам покажу распространенную позу которую вы можете очень часто замечать в малой в малайзии или в камбоджии или во вьетнаме так обычно танцуют женщины занимая определенную позу я сегодня хочу вам сказать данная поза она очень уникальная смотрение на данную позу или фотография с данной позой или просто сама позирование или принятие такой осаны позволяет человеку увеличить доход от любого бизнеса которым он занимается и я хочу у вас узнать о чем я говорю кто-нибудь уже понял что это за поза или пока нет кто был в камбоджии в храме анкар ват вы виде или кто видел камбоджийские танцы скажите какие позы занимают женщины давайте я вам покажу она очень знаменитая поза она выглядит вот так видите локти поставлены локти при этом человек поднимает как можно выше а руки он ставит перед своей грудью вот в такую позу оказывается это уникальная поза тем что она увеличивает человеку доход если сидеть так перед мужем чтобы он на вас смотрел то тогда он уже увеличивается доход если вы сами так сидите перед телевизором то у вас доход увеличивается если женщина перед постелью сидит вот так чтобы локти были выше рук немножечко или выше кистей то она может забеременеть в случае если она не хочет беременеть а просто сидит то ее начинают любить а как известно кому течет любовь к тому текут и деньги одна из самых уникальных поз который может принять человек и она не связана с нарабатыванием духовности она связана с тем чтобы у человека появился бизнес а также у него увеличился доход видите как необычно именно поэтому я очень часто говорю когда допустим мы работаем во время морского курса соедините ноги соедините руки или там соедините руки в ладони и люди начинают вот так вот садиться я обычно говорю зачем вы локти оттопыривайте прижмите их потому что мы будем заниматься совершенно другим мы не деньги привлекаем работаем со своим организмом или работаем со своим сознанием сердцем каналами и так далее именно поэтому я иногда ругаю конечно же не все в йоге плохо но когда говорят что это дает соединение с богом я вас умоляю на самом деле это соединение с богом не дает человек более духовным не становится а почему это очень распространено потому что монах который стоит перед тобой и складывает так руки принесет тебе материальное благополучие поэтому очень часто мы можем заметить когда путешествуем во вьетнаме или камбоджи или в лаосе как перед магазинами становятся с зонтиками монахи которые стоят вот так вот перед этим домиком по долгу им выносят какую-нибудь прибыль и дают им какой-нибудь просад для того чтобы они стояли подольше почему а теперь мы знаем наблюдение такой позы а также применение данная санны самостоятельно увеличивает материальный доход тому человеку который и знает скажите вам интересно то что я говорю сейчас я попробую все-таки войти в вебинар по завяжению пожалуйста какую дополнительную информацию вы получите проходя семинар осаны дуйко и так вы получите следующие знания и осаны осаны исцеляющие заболевания сердце печени кожи зрения слуха легких суставов желчного пузыря кашля всех заболеваний желудка невроза позвоночника щитовидной железы поджелудочной железы сахарного диабета гипертонии опухоли узлов в теле осаны для материального благополучия убрать блокировку денег увеличить материальный доход обрести бизнес привлечь огромное везение чтобы к вам текли деньги чтобы вам хотели отдавать долги осаны которые помогут защититься от неприятностей в жизни и скорректировать судьбу от приворотов и проклятий убрать негативное влияние планет уничтожить любое зло и злых духов накопить психическую энергию убрать чувственное истощение от фобии и страхов от гнева негатива депрессии панических атак медитации от неприятностей проблем в бизнесе а также с детьми осаны помогающие очаровать влиять на людей обрести любовь завладеть вниманием любовью людей стать знаменитым обрести популярность обольщить по противоположный пол понравится людям чтобы люди хорошо относились добываться высоких высот быть лидером подчинять людей своей воли выйти замуж забеременеть создать гармоничные семейные отношения быть во всем победителем починить врагов выиграть суд осаны красоты молодости и долголетия для омоложения для похудения от старости для увеличения длины жизни для обретения физической энергии для увеличения сексуальной энергии наполнение энергии для самоисцеления осаны для самосовершенствования развития способности достижения мудрости чтобы понять свое предназначение для увеличения ума на умиротворение и спокойствие стать умным целеустремленным открыть интуицию стать отважным смелым решительным стать добрым убрать раздражение для открытия всех чакр для очищения энергококона для самопознания самоопределения открыть паранормальные способности уметь лечить людей руками эти и следующие дополнительные осаны все в этом видео семинаре семинар полезен тем кто собирается в дальнейшем самостоятельно проводить семинары по йоге и рассказывать людям о том что существует такие осаны и такие методы андрея дуйку и